Девушки отдыхают Девушки отдыхают Глубокой ночью новая танковая часть под усиленной охраной прибыла на станцию. Помимо «тридцать четверок» с платформ сгружали еще какие-то громоздкие конструкции, укутанные брезентом. Планы советских войск в Белоруссии хранились в строжайшей тайне, но что за секретный груз был доставлен, раскрылось уже через несколько дней на учебном полигоне. Т-34 с грохотом толкали впереди себя тяжелые стальные цилиндры. Такие необычные танки в сухопутных войсках прозвали «тральщиками». Прокатываясь по начиненному минами полю, их тяжелые катки подрывали взрывчатку в снарядах и таким образом прокладывали дорогу идущим сзади танкам и пехоте. Два полка подобных инженерных танков тщательно охранялись службами 1-го Белорусского фронта. Командующий фронтом генерал Константин Рокоссовский берег «тральщики» до наступления, планы которого держались в тайне. Со стороны могло показаться, что советские войска в Белоруссии усиленно готовятся к обороне. Днем с воздуха хорошо было видно движение в одном направлении – с фронта в тыл. «Все делалось для того, чтобы убедить противника – данный участок ослабляется и уходит в глухую оборону, а наступление готовится в другом месте». В письме к Черчиллю от 6 июня 1944 года, в день высадки англо-американских войск в Нормандии, Сталин напишет. «Летнее наступление советских войск, согласно уговору на Тегеранской конференции, начнется к середине июня на одном из важных участков фронта». Какой участок окажется важным, не сообщалось даже высшим руководителям союзников. Тем временем Третий Рейх ушел в глухую оборону. Во Франции немцы с тревогой ожидали высадку англо-американских войск. Группа армий «Север» отступила от Ленинграда. Группа армий «Юг» оставила Крым, и только положение группы «Центр» в Белоруссии казалось немцам стабильным. На этом участке фронта немецкие позиции выдавались далеко вперед, образуя огромный, так называемый «Белорусский балкон». Предпринятые зимой советскими войсками попытки наступать в районе Витебска и Орши оказались неудачными. Белорусский балкон держался прочно. С приближением лета командование вермахта не чувствовало себя уверенно. Где начнется новое наступление русских? Куда стягивать танковые армии и авиацию для отражения удара? Успешные действия советских войск на правобережной Украине позволяли сделать вывод, что именно здесь Красная Армия нанесет удар и сейчас, летом 44-го. Поэтому основная мощь немецкой армии – танки и авиация – были брошены на юг. Справка. Из 5 тысяч танков, имевшихся на Восточном фронте, немецкое командование оставило в Белоруссии меньше 600. На Украине находилось 7 групп немецких истребителей, в Белоруссии осталось всего 2. Группу «Северная Украина» возглавил генерал-фельдмаршал Модель, считавшийся специалистом по организации обороны. Группой армий «Центр» командовал Эрнст Буш, которого Гитлер хотя и ценил, но гением обороны не причислял. Усиление немецких частей в Украине и определило решение Ставки начать наступление в Белоруссии. Здесь, в белорусских лесах, в первые дни войны Красная Армия потерпела одной из самых крупных и горьких своих поражений, за которые теперь планировала рассчитаться сполна. Разработанную операцию назвали «Багратион». Готовившийся Ставкой план предусматривал цепочку ударов. Сначала предполагалось окружить и уничтожить врага на флангах под Витебском и Бобруйском, а затем, двигаясь на Минск, отрезать пути отхода всей немецкой группировки. Таким образом, советское командование планировало уничтожение всей немецкой группы армий «Центр». Задач подобного масштаба Красная Армия перед собой еще не ставила. К тому же, столь амбициозный план требовал отказа от шаблонных решений. Командующий 1-м Белорусским фронтом Константин Рокоссовский предложил на правом крыле фронта нанести одновременно два удара – на Бобруйск и на Слуцк. Причем каждый должен был стать главным. Предложенная тактика шла вразрез с установившимися взглядами, согласно которым при наступлении наносится лишь один главный удар, тогда как остальные играют вспомогательную роль. Константин Константинович Рокоссовский. Герой Первой мировой и гражданской войн. Георгиевский кавалер. Человек редкого мужества, отваги, честности и скромности. В 30-х командовал кавалерийским корпусом. В 1937 арестован. Находился под следствием, но не дал ложных показаний ни на себя, ни на других. После освобождения в 1940-м возвратился на ту же должность. В начале войны командовал корпусом, затем армией. С 1942 года – командующий фронтом. Своё столь смелое предложение Рокоссовскому пришлось отстаивать на совещаниях в Ставке 22 и 23 мая. Заседания же эти проходили достаточно драматично. Предложение нанести два удара одновременно подверглось критике. Из воспоминаний Рокоссовского. «Дважды мне предлагали выйти в соседнюю комнату, чтобы обдумать предложение Ставки. После каждого такого продумывания приходилось с новой силой отстаивать своё решение». В конце концов, Сталин сказал… «Настойчивость командующего фронтом доказывает, что организация наступления тщательно продумана. А это – надёжная гарантия успеха». Предложение Рокоссовского приняли. В 1944 году позицией под Витебском занимала танковая армия генерал-полковника Георга Рейнгарта. К этому времени в ней уже не было ни одного танкового соединения, она целиком состояла из пехоты. Георг Рейнгард начал войну командиром танковой дивизии. Во время наступления на Москву командовал 3-ей танковой группой, сменив на этом посту Германа Готе. Довёл свои танки до Красной Поляны, расположенной в 15-ти километрах от столицы Советского Союза. Всего в составе группы армий «Центр» находилось 4 армии общей численностью около миллиона человек. Ни одна из предыдущих крупных советских операций не готовилась с такой тщательностью, как «Багратион». Если бы враг обнаружил подготовку к этому наступлению, то в Белоруссию были бы немедленно направлены немецкие танковые дивизии и авиация из Украины. В лесисто-болотистой местности и без того неблагоприятной для наступления это сыграло бы роковую для Красной Армии роль. Поэтому подготовка к операции проводилась в строжайшей тайне. Все перемещения войск происходили исключительно по ночам с соблюдением строжайших мер маскировки. Машины ездили с потушенными фарами. Для ориентировки вдоль дорог выставлялись белые указатели, а задние борта и капоты грузовиков выкрашивали белой краской. Обгоны строжайше запрещались. Движение войск осуществлялось только с 10 часов вечера до 4 утра. Отставшие части с первыми лучами солнца останавливались и маскировались. Днем разрешалось ездить только автомашинам со специальным пропуском, и таких было не более сотни на каждую армию. Контролировали маскировку специально выделенные самолеты, постоянно облетавшие районы сосредоточения. Если летчик замечал местонахождение советской части, то сбрасывал вымпел. Получение вымпела означало, позиции войск заметны с воздуха, и командирам следует принять экстренные меры по улучшению маскировки. Жесткие меры секретности строго соблюдались во всей армии снизу доверху. Планы операций фронтов разрабатывались двумя-тремя лицами, писались от руки и докладывались в Ставке лично командующими. Было принято решение в операции по окружению войск противника не использовать танковые части. Для оборонявшего город танкиста Рейнгарта их появление стало бы тревожным сигналом. Работа радиостанций Красной Армии временно прекратилась. Немецкий историк Хинце позднее писал. Русские, вопреки своим привычкам, соблюдали на этот раз полное радиомолчание. Советские солдаты тем временем готовились к преодолению болотистой местности, по которой им предстояло наступать. Пехотинцы учились плавать, ходить по болоту, спускаться по реке на подручных средствах, ориентироваться в лесу. Сделали большое количество макроступов, специальных болотных лыж, которые позволяли не вязнуть в топких лесах Белоруссии. Для пулеметов, минометов и легкой артиллерии с той же целью мастерили волокуши, плоты, лодки. Для прохода танков заготавливали бревна и фашины, связанные охапки хворосты. Из них саперы и танкисты должны были настилать гати – специальные дороги в болотах для танков. Объемы железнодорожных перевозок приобретали воистину колоссальные масштабы. Справка. По распоряжении Ставки в войсках требовалось сосредоточить пять комплектов боеприпасов, тогда как для доставки только одного боекомплекта нужны были тысяча триста железнодорожных вагонов. В общей сложности в Белоруссию было доставлено 400 тысяч тонн боеприпасов, 300 тысяч тонн горючего, свыше 500 тысяч тонн продовольствия и фуража. Для этой цели фронтам в среднем подавалось до 100 поездов ежедневно. Размах подготовки к наступлению скрыть от врага полностью было невозможно, но руководство вермахта так и не разгадало планов советского наступления. Командующий группой армий «Центр» фельдмаршал Буш за три дня до советского наступления отправился в отпуск. Тем временем его миллионная группировка оказалась под прицельным ударом всей мощи четырех советских фронтов численностью 2 миллиона 400 тысяч человек. Их поддерживали 5200 танков и самоходных установок и 5300 самолетов. На последнем подготовительном этапе, предшествовавшем операции «Багратион», особая задача возлагалась на саперов. Между позициями советских и немецких войск находилось огромное количество минных полей, созданных обеими сторонами для обороны своих позиций. В последние две ночи перед началом наступления советским саперам предстояло снять свои мины. Главным элементом механизма любой мины является взрыватель. Нажатие на него и вызывает взрыв. Разминирование предусматривает прежде всего обнаружение мины, выкручивание взрывателя, извлечение обезвреженной мины из земли и перенос ее в безопасное место. Но в данном случае разминирование следовало производить незаметно. Если бы немцы заметили советских саперов, то планы советского командования были бы раскрыты. Снятие мин перед своими позициями означало лишь одно – подготовку к наступлению. Поэтому советские саперы не извлекали мины из земли. Из них лишь выкручивали взрыватели. Тяжелее всего было обезвреживать мины натяжного действия, установленные еще весной. Взрыватель такой мины срабатывал при малейшем прикосновении к тонкой проволоке, натянутой у самой земли. Выросшая залита трава надежно маскировала проволочную растяжку. Ночью, передвигаясь ползком, солдатам приходилось прощупывать впереди себя каждый сантиметр земли, чтобы обнаружить натянутую проволоку, а затем и саму мину. Малейшая неосторожность могла привести к взрыву и гибели сапера, и тогда все тщательно скрываемое обнаружилось бы. Обычно в собственных минных полях делались лишь отдельные проходы, по которым танки и пехота шли в бой. Но в дыму сражения видимость снижалась, танки сбивались с пути и подрывались на неснятых минах. Теперь проблему решали радикально. Передовую очищали от минных полей полностью. За две короткие летние ночи обезвредили 34 тысячи мин. Теперь на пути наступающих советских войск оставались только минные поля перед немецкими позициями и в глубине обороны. Их-то и предстояло обезвреживать новым танком-тральщиком. По плану Ставки, начало операции «Багратион» не привязывалось к годовщине начала войны. Лишь задержки, связанные с подвозом боеприпасов и сосредоточением войск, привели к тому, что операция началась 23 июня 1944 года. Через три года после начала войны советские войска разведкой и боем начали наступательную операцию в районе Витебска. Части 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов ворвались в первые траншеи немецкой обороны. Бои продолжались до ночи следующего дня, а затем разведка боем плавно перешла в наступление. На позиции немцев посыпались авиабомбы и обрушился огонь советской артиллерии. Пехота и танки двинулись на врага. Главный удар штурмовиков Ил-2 был направлен не на передний край, а на немецкую артиллерию, находящуюся в глубине обороны. Гаубичные батареи, бьющие издалека с закрытых позиций, страшный и опасный враг, способный остановить наступающие советские части. Но в то же время артиллерийские орудия, рядом с которыми находились горы боеприпасов, крайне уязвимы к ударам с воздуха. Советские штурмовики, летящие на низкой высоте, огнем из пушек и пулеметов буквально выкашивали орудийную прислугу, а бомбы и ракеты Ил-2 поражали штабеля боеприпасов. Штурмовик Ил-2 конструкторского бюро Ильюшина. Самый массовый боевой самолет за всю историю человечества. Все важные элементы конструкции самолета были бронированы. При атаке сбреющего полета на высоте 25-50 метров складки местности защищали самолет от огня зениток, а броня – от стрелкового огня вражеской пехоты. Однако низкая скорость и слабая маневренность Ил-2 делали его чрезвычайно уязвимым при атаках немецких истребителей. Во второй половине войны эскадрильи штурмовиков вылетали на задания только под прикрытием истребителей. Но к 23 июня 1944 года командование группы армий «Центр» располагало всего лишь 40 истребителями, и противодействовать массированным ударам советской авиации они были не в состоянии. Ильюшины действовали свободно, зачастую вылетая на задания даже без истребителей поддержки. Во второй половине войны Гитлер предложил концепцию городов-крепостей, согласно которой специально выделенные войска обороняли крупные узлы дорог даже в условиях полного окружения. Такой крепостью предстояло стать и Витебску. Город защищал корпус генерала Гольвицера. Генерал танковых войск Рейнгарт уже вечером первого дня боев оценил обстановку и предложил вывести войска из Витебской мышеловки. Но спешно вернувшийся из отпуска фельдмаршал Буш передал приказ Гитлера держаться любой ценой. На третий день сражения войска двух советских фронтов встретились на берегу Западной Двины. Витебская группировка противника была окружена. Только к вечеру Гитлер разрешил отвод войск из Витебска, приказав оставить одну дивизию для обороны города. Однако отчаянная попытка немцев вырваться из окружения успеха не принесла. Немецкие части смогли пробиться только до лесного массива на юго-западе от города, где оказались взятыми в плотное кольцо. Под ударами самолетов и артиллерии они продержались меньше суток. Спустя пять дней боев за Витебск немецкие части капитулировали. В плен сдались около 17 тысяч человек, в том числе Гольвицер с начальником штаба. Оставленная в Витебске дивизия также не преуспела в обороне. Советские части ворвались в город, захватив мост через Западную Двину. Вечером остатки немецкого гарнизона предприняли прорыв, но вскоре они пополнили ряды военнопленных. Наступление 1-го Белорусского фронта Рокоссовского в районе Бобруйска началось несколько позднее. Здесь удары советских войск наносились один у Рогачева, а другой несколько южнее, в районе Паричи. 24 июня Жуков, как представитель Ставки, отправился к Рогачеву на наблюдательный пункт армии генерала Горбатова. Горбатова должны были поддерживать 1400 самолетов. Туда же направлялись тяжелые бомбардировщики дальней авиации. Для поддержки наступления под Паричами выделялись существенно меньшие силы – 900 самолетов. Сам Рокоссовский остался в войсках южной группировки. Здесь, под Паричами, ему предстояло наступать по болотистой местности. Из воспоминаний Рокоссовского. «Уезжая, Георгий Константинович, шутя, сказал мне, что они с Горбатовым подадут нам руку через Березину и помогут вытащить мои войска из болот». Удар тяжелых бомбардировщиков под Рогачевым наносился ночью. Чтобы летчики правильно сориентировались, на плацдарме выстроили грузовики с включенными фарами. Они светили на восток. Невидимый для противника свет хорошо просматривался с самолетов. Дополнительно зажгли специальные пиротехнические факелы. Горбатов вспоминал. Когда настала полная темнота, мы услыхали сначала нарастающий шум легкой ночной авиации, идущей поражать огневые позиции и траншеи противника. Потом к этому шуму добавился гул тяжелых самолетов. Они шли волна за волной. Вскоре видны стали сотни огненных фонтанов и послышались взрывы. С рассветом операцию продолжил налет штурмовиков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Не успел рассеяться дым от разрывов бомб, как на немецкие позиции обрушились артиллерия и «катюши». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Роты инженерных танков шли в два эшелона уступом. Взрывающиеся мины раз за разом подбрасывали катки тралов. Вскоре в немецких минных полях были пробиты широкие коридоры для танков, самоходок и пехоты. Однако, несмотря на мощный удар с воздуха и успешное разминирование, наступление по Дрогачевым отставало от намеченного плана. Немецкая оборона на плацдарме у реки Друдь оказалась достаточно прочной. Напротив, под Паричами, Рокоссовский уже в первый день наступления прорвал немецкую оборону. В образовавшийся прорыв были направлены конно-механизированная группа Плеева и танковый корпус. Расчет Рокоссовского на два основных удара полностью оправдался. Так получилось, что руку помощи Жукову протягивал он. Единственная танковая дивизия группы армий «Центр», вначале выдвинутая для отражения наступления под Рогачевым, в связи с успешным наступлением Рокоссовского, срочно развернула свои танки против него. В поспешном марше среди лесов и болот немецкие танки начали выходить из строя. Тем временем Рокоссовский расширил прорыв, и остановить его силами одной дивизии было уже невозможно. Немецкая оборона под Рогачевым, оставшаяся без танков, и вовсе рассыпалась. Уже на четвертый день наступления советские войска полностью окружили немецкую 9-ю армию, и через два дня она прекратила сопротивление. В плен было взято более 20 тысяч немецких солдат. Следующей целью советских войск стал Минск. Решающую роль в освобождении столицы Белоруссии предстояло сыграть 5-й гвардейской танковой армии Ротмистрова. Первоначальный план предусматривал бросок армии вдоль шоссе Смоленск-Минск, однако взломать оборону немцев под Орши не удалось. Командующий 3-м Белорусским фронтом Чернюховский решил использовать брешь, пробитую его войсками под Витебском. Сюда, в междуречье между Двиной и Днепром, и вошли более 500 танков и самоходок Ротмистрова. В первые два дня, не встречая серьезного сопротивления, армия двигалась на Борисов в тыл группы армий «Центр». В это время немецкое командование сделало кадровые перестановки. Фельдмаршала Буша сняли с должности, и группу армий «Центр» возглавил модель, для спасения рассыпающегося фронта опять потребовался гений обороны. Войска трех советских фронтов уверенно шли к Минску. Немцы начали отход к реке Березине, стремясь вырваться из намечающегося котла, но советские войска уже захватили переправы через реку. Под контролем врага оставался единственный мост на шоссе Могилев-Минск. К нему стекались тысячи немецких машин, повозок и пешие колонны пехоты. Один из участников этих событий с немецкой стороны вспоминал. Недалеко от моста, где давка была сильнее всего, разыгрывались невиданные до сих пор сцены. Подводы и машины выталкивали друг друга с проезжей части. Каждый пытался первым въехать на мост. Вспыхивали драки, стояла ругань. Полевая жандармерия была бессильна. А над бегущими немецкими войсками висела советская авиация. Штурмовики Ил-2 безраздельно господствовали в воздухе, осыпая отходящие колонны бомбами и реактивными снарядами. События, происходившие летом 1944 года в Белоруссии, все больше напоминали лето 41-го. Но теперь роли поменялись. Бежали и теснились у переправ немцы. Теперь уже их безжалостно громили с воздуха. Теперь их дивизии и корпуса распадались, теряя управление. Чтобы спасти убегающую от танков ротмистрова пехоту, командование вермахта бросило в бой бомбардировщики. Они располагались на белорусском балконе, нанося удары по стратегическим объектам в советском тылу. Теперь их использовали для сдерживания наступающих советских танковых колонн. Но дневные атаки тяжелых самолетов в условиях господства в воздухе советской авиации приводили к большим потерям и не давали ощутимых результатов. К концу первой недели боев в Белоруссию стали прибывать немецкие танковые, и первые дивизии, переброшенные из Украины. Немецкая 5-я танковая дивизия, усиленная батальоном «Тигров», встала на пути танковой армии Ротмистрова. На некоторых участках фронта немцы применили тактику танковых засад, успешно использованную Катуковым в боях под Москвой. Столкновение с этими танками, большей частью «Тиграми» и «Пантерами», замедлило продвижение Ротмистрова на Минск. Справка. В июле 1944 года в составе 5-й гвардейской армии Ротмистрова не было ни одного нового танка Т-34-85. Эти машины, вооруженные 85-мм пушкой, способные на равных сражаться с «Тиграми» и «Пантерами», его армия получила лишь в августе 44-го года. Танковые бои продолжались около двух дней. Советские войска несли большие потери, но вскоре из 159 танков у немцев осталось всего 18 машин. Столицу советской Белоруссии город Минск, объявленный немецким командованием крепостью, обороняло всего около двух тысяч человек. «Тигры» и «Пантеры» остановили танковую армию Ротмистрова, но создать сплошной фронт обороны не могли. На рассвете 3-го июля танки 1-го и 3-го белорусских фронтов ворвались в Минск с севера и юго-востока, замкнув кольцо окружения вокруг остатков трех немецких армий. Войска 2-го Белорусского фронта гнали перед собой немецкую пехоту, сжимая кольцо окружения с востока. Неделя понадобилась советским войскам для полного уничтожения немецких войск под Минском. В числе 35-ти тысяч пленных оказалось 12 генералов, из них 3 командира корпуса и 9 командиров дивизий. Всего же за две недели боёв было уничтожено 7 из 9 армейских корпусов, 17 дивизий и 3 бригады. Потери немецкой армии в Белоруссии оцениваются в 409 тысяч человек, из которых в плену оказались более 150 тысяч человек. Переброшенные в Белоруссию немецкие танковые дивизии представляли серьезную опасность. Но после того, как советские войска разгромили основную массу немецкой пехоты, танки могли лишь замедлить наступление Красной армии. Наступление, начатое 23 июня, остановилось только в августе, после выхода к Висле, границе Восточной Пруссии и берегу Балтийского моря. Войска четырех фронтов, наступая на фронте шириной более тысячи километров, за один месяц боёв продвинулись на 550-600 километров. Результат наступления Красной армии превзошел самые смелые ожидания Ставки. Немецкая группа армий «Центр» фактически перестала существовать. После операции «Багратион» Сталин стал обращаться к Рокоссовскому по имени и отчеству Константин Константинович, чего до сих пор удостаивался лишь один человек – маршал Борис Михайлович Шапошников. Успех в Белоруссии оказался настолько впечатляющим, что некоторые западные издания высказали сомнение в его истинности. Тогда советское командование решило доказать и продемонстрировать всему миру свой успех весьма необычным способом. Была спланирована операция «Большой вальс» по названию популярного кинофильма. В режиме строгой секретности из Белоруссии в Москву прибывали эшелоны. Недалеко от центра столицы оцепили московский ипподром и стадион «Динамо». Наконец, 17 июля было объявлено – по улицам Москвы пройдут немецкие пленные. Высыпавшие на улицу москвичи увидели огромные колонны. Возглавляли шествие 19 немецких генералов в мундирах и с наградами. За ними шла тысячная группа офицеров. Следом брели колонны небритых солдат. У некоторых вместо сапог на ногах были сандалии, сделанные из автомобильных покрышек. Для них война уже закончилась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Всего по улице Москвы провели более 57 тысяч немецких пленных. Их конвоировали всадники из кавалерийского полка дивизии Дзержинского. Замыкали шествия поливальные машины, которые смывали с московского асфальта след фашизма. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Необычное шествие в центре Москвы, как и ожидали, произвело сильное впечатление на советских людей и на иностранных наблюдателей. Стало очевидным, советские военные успехи говорят о неизбежном и победоносном для СССР завершении войны. Разгром группы армий «Центр» открывал перед Красной армией широкие возможности наступления на Польшу, Восточную Пруссию и Прибалтику. Первый Прибалтийский фронт Баграмяна и Третий Белорусский фронт Черняховского наступали в Прибалтике. 8 июля войска Третьего Белорусского фронта ворвались на окраины Вильнюса. Уже на следующий день город был окружен. Борьба за этот город приняла ожесточенный характер, но через пять дней вильнюсский гарнизон сложил оружие. Третий гвардейский механизированный корпус вырвался вперед и, преодолев 70 километров, вышел к Щауляю. А утром 31 июля командир 8-й мехбригады по радио доложил в штаб корпуса. «Мы на берегу Рижского залива». Это короткое сообщение означало, что вся немецкая прибалтийская группировка отрезана от остальных сил. Донесение о прорыве оказалось столь неожиданным, что командира корпуса попросили доложить о положении его войск еще раз. Вскоре командование танковой бригады получило следующее распоряжение. Набрать в море три бутылки морской воды. Бутылки опечатать, а командиру лично расписаться на них, что вода действительно взята из Балтийского моря. Бутылки с водой направить в штаб корпуса. Приказ был выполнен. Бутылки с морской водой самолетом переправили в штаб фронта, а оттуда в Москву, в Ставку Верховного Главнокомандования. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Вскоре на заседании бутылки стояли на столе как вещественное доказательство выхода танкистов к Рижскому заливу. Успех операции «Багратион» радикально изменил обстановку в Прибалтике. Вскоре советские войска вышли на подступы к Таллину. Честь освобождать столицу Эстонии предоставили подразделениям 8-го эстонского стрелкового корпуса генерал-лейтенанта Перна. Созданная им подвижная группа за сутки прошла около ста километров, ворвалась в Таллинн и 22 сентября освободила город. Последней немецкой группировкой в Прибалтике оставалась группа армий «Север», блокированная на Курляндском полуострове. Несмотря на неоднократные просьбы командующих и самого начальника генерального штаба Гудериана, Гитлер отказывался дать разрешение на эвакуацию частей из Курляндии. Окруженную группировку немецких войск в Курляндии советские солдаты иронически называли «лагерем вооруженных военнопленных». До конца войны она практически не участвовала в боевых действиях. Группа армий «Курляндия» сдалась 11 мая 1945 года, через два дня после капитуляции Германии. Советские войска вышли к границам Восточной Пруссии. Сюда, к Кёнигсбергу, в издревле хорошо укрепленный форпост Германии, отошли главные силы разбитой в Белоруссии группы армий «Центр». Немецкие войска были пополнены людьми и техникой. Продолжать наступление на Запад мимо такого осиного гнезда советским войскам было бы опасно. Немцы могли ударить во фланг, идущий на Берлин Красной Армии. Длительная осада Восточной Пруссии требовала много войск и не решала проблемы. Советское командование приняло решение – изолировать Восточную Пруссию ударом из района Варшавы в северном направлении к Балтике, разгромив сначала Восточно-Померанскую группировку немцев. Затем планировалось уничтожение по частям и Восточно-Прусской крепости. Стояла зима 1945 года. Задача прорыва к Балтийскому морю легла на плечи 2-го Белорусского фронта Рокоссовского. 12 января войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов приступили к выполнению Висло-Одерской наступательной операции. А 14 января, когда началось наступление войск Рокоссовского, неожиданно испортилась погода. Из воспоминаний Рокоссовского. «Уже расфило, а ничего не видно. Все скрыто пеленой тумана и мокрого снега. Погода отвратительная, и никакого улучшения синоптики не обещали. Отдаю распоряжение отменить всякие действия авиации». Авиация бездействовала. Артиллерия била вслепую. Советская пехота медленно продвигалась вперед, за первый день боев пройдя всего 3-6 километров, вместо 10-12 запланированных. Немцы усилили оборону тяжелыми танками «Тигр» и самоходками «Штурм-Гищуц». Командующий группой армий «Центр» Рейнгард еще рассчитывал остановить советское наступление, бросив в контратаку танки. Но оставшийся у него в резерве танковый корпус пришлось перебросить на «Вислу», где также началось советское наступление. Рейнгард успел использовать из резервного корпуса лишь одну танковую дивизию «Великая Германия». Рокоссовский в ответ вел в бой 500 танков из резервов фронта. В 1945 году основным танком Красной армии стал Т-34-85, созданный в 43-м на базе Т-34-76 с использованием конструкций элементов опытного танка Т-43. На танке в более просторной трехместной башне устанавливалась мощная 85-мм пушка. Экипаж танка увеличился до пяти человек. Всего в Советском Союзе за время производства до 1950 года было выпущено около 80-ти тысяч машин. Официальный танк снял с вооружения российской армии в 1993 году, но все еще состоит на вооружении ряда стран. После разгрома вражеских танковых резервов Рокоссовский выдвинул вперед 5-ю гвардейскую танковую армию. Этот удар вызвал настоящий переполох в стане противника. Рейнгарт обратился к Гитлеру. «Мой фюрер, захваченная карта противника показывает, русская танковая армия идет на Данцик. Если она прорвется, мы будем атакованы в тыл, где вообще нет войск». Командующий группой армий «Центр» просил разрешения отступить. Лишь через 9 дней с начала сражения Гитлер разрешил отход. Но остановить войска Рокоссовского Рейнгарт уже не смог. Советские танки вышли к заливу Фришесхав, и Восточная Пруссия оказалась изолированной от Рейха. С востока Третий белорусский фронт Черняховского вышел к Кёнигсбергу. Группа армий «Центр» была рассечена на три части – на Земланском полуострове, в районе Кёнигсберга и южнее него. Плохая погода в Восточной Пруссии не позволяла в полной мере использовать авиацию для разгрома колонн отходящего противника. Поэтому в Кёнигсберге и на побережье скопилась крупная и все еще боеспособная группировка немецких войск. Была взята пауза на несколько недель. 18 февраля 1945 года на окраине города Мельзек, ныне Пененжно, Польша, командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии Черняховский получил тяжелое ранение и в тот же день скончался. Командование советскими войсками в Восточной Пруссии принял маршал Василевский. Василевский Александр Михайлович – маршал Советского Союза. Один из самых талантливых советских полководцев. В качестве начальника генерального штаба принимал участие в разработке и осуществлении всех крупных операций на советско-германском фронте. Руководство 3-м Белорусским фронтом совмещал с должностью заместителя народного комиссара обороны. Он стал вторым кавалером Ордена Победа, учрежденного в 1943 году. Дважды Герой Советского Союза. Прусскую группировку громили по частям. Меньше чем за 10 дней уничтожили котел южнее Кёнигсберга. В апреле 45-го пришла очередь самого Кёнигсберга, а затем немецких частей на полуострове Земланд. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Борьба за Восточную Пруссию стала для Красной Армии тяжелой и напряженной. Её успех предопределила артиллерия – бог войны. Из воспоминаний маршала Василевского. Восточно-прусская операция по расходу боеприпасов вообще не имела себе равных среди всех операций в истории войн. Оба фронта израсходовали более 15 тысяч вагонов боеприпасов. Под ударами артиллерии пали и полевые укрепления, и форты Кёнигсберга. Уже на четвертый день штурма города Порта комендант крепости начал переговоры о капитуляции. В плен сдалось 92 тысячи человек, включая четырёх генералов. Дольше всех сопротивлялась земландская группировка, но спустя две недели и она сложила оружие. Стоял апрель. Маршал Жуков уже разрабатывал планы штурма Берлина. Южнее бои шли уже в Чехословакии и Венгрии. Войска 2-го и 3-го украинских фронтов гнали элитные эсэсовские дивизии на запад, в Австрию. Это наступление на юге во многом стало возможным благодаря успешному развитию операции «Багратион». Но начало его было положено ещё в 1943 году, когда советские войска только готовились форсировать Днепр и освобождать Киев. Тогда, в 43-м, советским воинам предстояло ещё одно сражение Великой войны – битва за Украину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова